Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 31 мая. Смотрите, какое страшное небо. Вчера нас так напугал этот ураган, который я кусочек сняла. Ладно, я когда снимала вот... Ой, птицы перета. Не дают говорить даже. У нас столько родилось новых птиц. Это ужас. Представьте, они заселили все дырки. И вот где крыши под крышей, под карнизом, их все больше и больше. Мне кажется, они нас выживают. А не выйдешь, даже слова сказать не дают. Как услышат, что я говорю, как начинают чирикать еще громче меня. Как кто кого. Ну, отвлеклась на птичек. Раз птички поют, значит все нормально будет. И вот вчера, когда эта пыль была, я снимала вот эти пылевые такие, смерчи крутят. Еще ничего. Потом как обрушилась вода. Вот вообще реально, как из ведра, как будто выплеснули огромное ведро. Я вот здесь, ну как днем было же жарко, я подождала, когда жара спадет. Вышла садить. Смотрите, вот он, совочек мой валяется. И вон те прикупанные томаты я даже садить не стала, бросила. Мне тут зрительница Галина пишет, надо было бежать, скорее укрывать. Ну вы представьте, что тут укрывать. Тут хоть было теплицы, закрыть двери. Как начали хлопать двери теплиц. А я просто в таких случаях, когда ураган наступает, ветер, закрываю дверь теплицы. Потому что у нас один раз так унесло теплицу, когда ветер врывается внутрь. И он ее как парашютиком вот так вот выдергивает со всех опор. И у нас ее унесло за две или за три улицы. Туда далеко, далеко, далеко. Мы даже не видели были в доме, потому что было поздно ночью. Потом соседи сказали, что там скачет ваша теплица по соседней улице. Где-то, ну там далеко. И она восстановлению, короче, уже не подлежала. И вот теперь, как только наступает ветер, я сразу закрываю двери теплицы. Кстати, хочу вам, вот тому, кто первый раз теплицу купил, посоветовать, что когда начинаются ураганные ветри, теплицу лучше закрыть, чтобы туда вот не врывались эти потоки. Когда она закрыта, он ее как бы, ну обходит, ну вокруг нее кружит этот ветер, а внутрь туда не может ворваться и не поднимает. Она же сделана формой парашютом, когда вот так вот снизу раз туда ее, и он как поднимает ее, она уносится, может вообще перепрыгнуть через забор огромный. У нас двухметровый забор, она перескочила, как фантик. И вот про вчерашний этот ураган. Какое тут закрывать помидоры? Я убежала, тут начали летать какие-то осколки, вот соседских этих там, осколки маленького легкого железа, вот такого, как вот рифленого, еще что-то там. И томаты, конечно, я расстраивалась, вот сейчас хочу вам показать, кому-то досталось, кто-то ничего. Конечно, вот про эти беспокоиться я даже была насчет их спокойно, даже если они что-то не привязанные. Я вам всегда говорила, что ветра они не боятся, они чуть-чуть колышутся. Боялась я вот за эти длинные, ну такие как длинненькие. И еще у меня есть вот между двумя теплицами, там где индотерминатные, они уже высокие, но я их не успела привязать. Но ничего страшного, все томаты живы-здоровы, все хорошо их пролило. Единственное, что рассада, которую я высаживаю, может вы видите, вон там вон в лотках стоит 5 или 6 лотков, которые я вот сейчас высаживаю на место, где были эти рассады в тоннелях. Ее, конечно, завалило, она же высокая, ее немножко как в лотках вот так завалило, немножко как просто не сломала, а помяла в сторону в одну. Ничего страшного. Зато знаете, какой плюс вот от такой погоды? Все полило. Вот этот огород надо было поливать утром и вечером, наверное, дня два, когда у нас была жара. Теперь все полило. И сейчас я как раз буду дальше говорить о подкормках. И я хочу заметить, что вот такая погода, когда сильно хорошо пролит грунт, когда нет солнца, пасмурная погода, это идеальное время для подкормок. Кому нужны подкормки, нужно сейчас пользоваться вот этим природной щедростью, что она пролила за нас, потому что подкормки делаем же всегда по влажному грунту. Она полила, и я вот сегодня утром уже сейчас сделала одну подкормку. Я вам сейчас расскажу, какие подкормки, вот начали мы теперь про открытый грунт, какие подкормки после высадки в открытый грунт нужно делать в первую очередь. И правила подкормок, что мы должны соблюдать, чтобы не испортить вот этими подкормками свою рассаду. Ей и так нынче плохо. Какая-то вот рано высаженная у меня тут сидела в мороз, ей тоже плохо. Вот которая сидела этот период в теплицах, переросла ей тоже плохо. Но вот в этих двух случаях подкормки должны быть совершенно разные. Об этом расскажу я, но в отдельном видео, потому что сейчас только про погоду. Ой, слушайте птичек.